Улыбки, цветы и море комплиментов. Сильная половина человечества готовится к женскому празднику. Какие подарки наиболее популярны, расскажет Василий Хатанзейский. Какой подарок подарить своей любимой женщине на 8 марта? Этим вопросом озадачена в преддверии женского праздника вся сильная половина человечества. Подарки, конечно же, разные, и их выбор зависит от мужчины. Вообще, я очень люблю и предпочитаю дарить книги. Даже не столько цветы, не столько какие-то сладкие, съестные, гастрономические подарки, а книги. В гильдии маркетологов назвали самые популярные подарки на 8 марта. По данным экспертов, чаще всего мужчины дарят дамам в международный женский день конфеты и шоколад. Среди самых распространенных презентов – духи и косметика. Также часто женщинам дарят гаджеты и аксессуары. В топ вошли подарочные сертификаты, билеты в кино или театр, а также поход в ресторан. Среди самых популярных подарков оказались кастрюли и сковородки, утюги, чайники и другая мелкая бытовая техника. Замкнули список товара для хобби и спорта. Ну а самый-самый-самый, без которого просто не обойтись. Конечно, цветы, которые покупают мужчины, в основном это розы всевозможных цветов. Женщины, конечно, более разнообразны в выборе цветов. А сейчас очень популярны стали хоризонтемы, гвоздики. Очень много разных нежных оттенков делают монобукеты из одних гвоздик, из хоризонтем. Очень много девушек любят букеты, как полевые цветы, чтобы они смотрелись. В преддверии женского праздника работы у флористов будет хоть отбавляй. Сумасшествие цветов, буйство красок, разнообразие форм для букетов. У нас, кстати, очень часто спрашивают, что бы хотел получить флорист на праздник. Конечно же, все флористы тоже любят цветы, и поэтому цветы мы бы тоже хотели получить на праздник. Порадуют женщин в праздник и тысячи тюльпанов, выращенные с любовью, на тепличном комбинате «Солнышко» Ненецкой агропромышленной компании. В этом году здесь вырастили целых 12 сортов. Большой выбор и горшечных цветов. Чтобы цветы радовали вас как можно дольше своим свежим видом, необходимо соблюдать рекомендации и правильно ухаживать за растением. Если дома сухо, значит, должен быть увлажнитель. Сейчас это все возможно. Температура, значит, чтобы цветок не попадал, когда мы проветриваем комнату, не попадал на сквозняк. Абсолютно все цветы боятся сквозняков. Ну и подкормки производить, потому что некоторые купят цветок и все, и поливают одной водичкой. Нет. Мы выращиваем цветы в торфе. Это временный грон. Поэтому требуется пересадка. Подарки и цветы, безусловно, неотъемлемы атрибуты женского праздника. Но главное для любой женщины совершенно другое. Внимание, заботы, возможно, да, чуткости. Наверное, на этом все. И, возможно, побольше трепета в отношениях и заботы друг о друге. Коллектив телеканала «Север» от всей души поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Пусть в вашей жизни будет больше добра, искренних слов и признаний. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Кубин «Север» от всей души поздравляет прекрасную половину человечества.